Сейчас буду продолжать зачистку своей рамы. Купил вот такую чашку полировочную, так как у нас не помогла наша основная смывочка. Попробую ее теперь вот таким образом сошлифовать в краску. Посмотрим, что получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот такой вот результат получается. Сейчас его даже приближим. Довольно неплохое. Продолжение следует... После двух часов работы вот такой результат. С большего снял, конечно, очень трудно. То есть этим методом никому не советую. То есть если можно будет какие-нибудь там, допустим, труднодоступные места как-нибудь зачистить. А так нецелесообразно. Буду скорее всего доводить нуждачкой. Да уж, советская краска хорошо держится. Ну что, продолжим после какого-то перерыва. Так как у нас тест не удался именно со щёточкой, придётся вот зачищать всё шкуркой. Всё, всё, что осталось. А иначе никак. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Что хочу сказать по раме. Сейчас я поближе поднесу свою камеру. Что после зачистки? Так как у меня болгарка сломалась, я не смог именно зачистить вот эти плохо достываемые места лепестком кругом. Болгарка у меня сломалась. Прошлось его зачищать шлифшкуркой. Зачищалось очень трудно конечно, но тут вот такой момент. Купил себе российскую шлифшкурку. Сейчас скажу какая она. Белгородская. Вот Белгород. Сейчас я вот так ее раскатаю. Вот по этой шкурочке. Советую всем ее брать. Наша вот белорусская. Результаты показала. Она очень плохие. То есть все зерно выкрашивалось с нее. Но купил эту. Метр всего лишь стоит 25 тысяч. И вообще рад ей. Вообще классно чистят. Ну а конечно были вот места. Вот эти вот прогибы. Вот эти очень конечно трудно чистились. Но все-таки я дочистил. Пока еще не проходил. Ничем не обезжиривал. Пока рама такая вот довольно-таки грязноватая. Вот по багажнику вот здесь будут проблемы. Очень трудно вот эти места достываемые вот рядышком. Вот эти вот эти. Именно что не берет никакая их смывка эту краску. Сколько перепробовал бесполезно. Наверное скорее всего порошковая эмалька. Нанесена. Так. Вот эти конечно вот части от багажника. Вот все очистилось. Без проблем. Поэтому буду думать. Не знаю. Или же так оставлю. Может почищу немного. Сколько смогу. Может быть оставлю так. И все это дело потом загрунтую. Так. Вот по раме. Да. Вот. Это такие проблемные места у меня были. Остались. Так и остались. Да. Вот они. Вот эти места тоже. Плохо их достать шлискокой. Вот эти тоже. Смывочка. Да. Они берет их. Так как я потратил много денег. То есть не хочу. Хотел купить еще какую-то смывочку немецкую. Но так как это моя первая покраска. Попробую так ее загрунтовать. Грунтовочку, кстати, вот уже проготовил. 0,9 кг. Коричневая. Красно-коричневая. И попробую ее кисточкой завтра загрунтовать. Сегодня уже вечер. Только закончил. Кстати, вот еще купил немецкую шлифтпурку. Вот. На водостойкое 600 класса зерно. это уже для окончательной доработки после уже самой грунтовки. После конечной операции. Так. В общем так. по рулю, да, по рулю быстро снялась красочка. Без проблем. Ну и, говорю, она сейчас пока грязная. Потом очищу ее от пыли. Вот эти части, да, так и остались. Не знаю, что с ними делать. Очень трудно вот сюда залезть. Вот в эти части. Вот тут тоже вот на самых... Сейчас покажу. Здесь тоже трудновато подзалезать. Ну, я так думаю, скорее всего, попробую так сделать. Просто ее промыть сольвентом. Да, обезжирить. И потом уже будем наносить грунтовочку несколько раз. Раз за три. И все это дело будем мы потом защищать в этой даже не нулевкой. У нас даже меньше, чем нулевочка. Вот такой шлюх бумагой. Наждачный. В общем, такая ситуация. Здесь я не счищал, как бы краска осталась такая, зеленая. Как бы не видно. Думаю, это не критично. Вот здесь еще осталась, как бы, но здесь такая вот идут такие вот как я сказал, их такие углубления, да, вот. А вот они еще стали здесь шкурочкой тоже пребротично было проходиться. И еще хотелось бы сказать по поводу вот я здесь производил зачистку именно вот проволочной проволочной чашкой, да, но как-то себя на не совсем эффективно ее применение было вот именно на моем велосипеде. Думаю, скорее всего, наверное, лучше бы более эффективнее взять именно чашку вот с такой такой, чтобы была проволока в косичку заплетена, такая плетеная в косичку. Вот такая она более такая жесткая, скорее всего, это она вот именно вот такие вот основные, основную поверхность она лучше обработает, чем вот моя обычная такая вот неплетенная. В общем, такое заключение для себя вынес, что лучше всего если это как у меня эмаль была порошковая, да, то есть смывка практически не работает, бесполезно. То есть здесь вариант или брать шлифшкурку покрупнее, да, и пробовать ею все это дело зачищать. Или же если я просто сломалась, брать лепестковый круг и шли на болгарку и пробовать вот эти все места в эти проходить как-либо. Я думаю, там лепестковый достанет сами остриями. вроде бы все по подготовке я сказал, рама вот такая в таком состоянии. если у кого какие появятся замечания или какие-либо предложения по как доработать эту раму, то пишите именно вот все свои сообщения под видео в комментариях. Ну все, в общем так, все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, скоро будет именно грунтовочка, следующая операция. Все, всем пока.